Мы приехали в город Реж, где собрались вместе с местными жителями обсудить такую проблематику, касаемую территории возле водоема, которую администрация города выделяет юрлицу. Данная территория, которая идет от данного врага до самой территории Баден-Баден, вплоть до их забора. Оказалось, что это место хочет выкупить Баден, то есть он заинтересовался данным участком и по запросу Баден-Баденгрупп была отмежевана земля. Далее, как нам сказал мэр Карташов, что на данный момент пока заявки от конкретно от их лиц на покупку или аренду не поступало. Но ее не поступило по причине того, что просто кадастровой стоимости еще не было на тот момент. На данный момент информация следующая, кадастровая оценка уже появилась. То есть у нас 20 числа была комиссия по вопросу, который мы подняли по вот этой земле. Народ требует, просит. И мы собрали обращение по вопросу земли, оно у меня с собой. То есть у нас было коллективное обращение с подписями, где мы просим депутатов, как представителей наших интересов, оставить этот участок земли, прибрежной территории за народом. То есть как зону общественного пользования. Чтобы эта земля не передавалась в руки коммерческим организациям ни в аренду, ни на продажу. То есть чтобы у людей был свободный доступ. А не как сейчас у нас эта ситуация происходит с Баденом, когда у них стоит забор и платный вход на их территорию, даже к берегу пруда. Эта земля для нас очень важна. Мы, жители этого поселка, это у нас получается единственное место, которое по всему Левобережью идет с доступом к воде. Потому что у нас, если вы там посмотрите, проедете, у нас очень крутой обрыв. И соответственно туда спуститься просто невозможно, там скалы. И по всему Левобережью получается вот эта часть, вот это единственное место, которому у нас есть поступ к воде. Зимой катаются на лыжах, дети на ватрушках, на санках. Летом здесь народу, ну в жару особенно, просто здесь палаточные лагеря. Люди приезжают с семьями, с друзьями, здесь отдых. Школы проводят, день здоровья. Все ближайшие школы отдыхают здесь. Нам даже не надо ее и благоустраивать по большому счету, потому что она нужна нам в таком виде, в котором она есть. Соответственно, если ее закроют, а закроют ее полностью оттуда до сюда, то есть нам оставят по оврагу. Все, подступа не будет нигде, ни с какой стороны. Мы здесь живем, мы имеем право пользоваться тем, что у нас вообще есть. Каким образом мы можем вмешаться? На самом деле распоряжается, да, и вот эти процедуры проводит действительно полномочия главы. Народ, как источник власти, может вмешаться через демократические процедуры. Дума может инициировать собрание населения, публичные слушания объявить. И там народ может высказаться, а что они хотят. Что тогда Дума может сделать? Мы можем утвердить или не утвердить генплан. Мы можем просто взять и принять НПА, нормативный правоакт, не в рекомендательной форме, а прямо проголосовать 20 депутатами. Остановить процедуру оформления в связи с недовольством народа. Выход есть, и в правовом поле он есть. Но все же нужно, чтобы глава и администрация реагировали как-то на действия народа и на действия Думы. Если вы посмотрите на кадастровую карту, вы увидите, что забор подходит прямо к воде. Если у нас федеральное законодательство говорит о том, что 20 метров отступа должно быть, на каком основании у нас там забор? Почему контролирующий орган, ни правоохранители, ни администрация, жители несколько раз подавали заявление, жители обеспокоены этим забором? Почему все не приведено в нормы федерального законодательства? А когда нас, реживлян, в субботу, воскресенье не пропускают отдыхать к реке, даже за деньги, потому что приезжают екатеринбуржцы там и так далее, это наша земля. Нас почему дискриминируют по признаку места жительства? На сегодняшний день никаких заявлений не поступало, поэтому землян мы сейчас дамы, 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 дамы за счет администрации. Поэтому больше ничего не скажешь. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь гражданам отстаивать свои интересы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!